Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я в перечной теплице и хочу поговорить о перцах, потому что вот вчера прочитала комментарий, написали, ну спрашивают, а собираете ли вы урожай из тех перцев, которые посеяли в январе? И я поняла, что некоторые люди не совсем понимают, зачем я сею рано в январе. Для того, чтобы собирать перцы в июне и кушать их, не обязательно делать посев рано, в январе или в самом начале февраля. Я сейчас покажу посадки январские, посевы январские и мартовские, и вы посмотрите, что никакой абсолютно разницы нет. Но зачем я сею так рано, я объясню сейчас все подробно. Но я вам сразу скажу, что не обязательно каждому сеять рано в январе перец, чтобы в июне или в начале июля уже употреблять его для салата. Я ведь тоже не все перцы сею рано. Вот у меня январский посев, перец рамира, вот там дальше сейчас покажу, потом вот это вот бигмама, темно-зеленые плоды, которые будут потом яркими, оранжевыми, и бигпапа, который был фиолетовый, в самом начале, вот первый кадр я вам показывала. Эти перцы посеяны именно в январе, но сейчас я покажу вам перцы, которые посеяны не в январе, а намного позже, и у них такие же перчины, пригодные уже для употребления. Вот, например, перец рамира, который я посеяла в самую первую очередь, вместе с бигмамой, с бигпапой. Но я все посевы, которые я делаю в январе, я их, конечно, сейчас не буду срывать, не буду употреблять. Ранние посевы делаю только для того, чтобы вот эти сорта перцев с длительным сроком вегетации, которым нужно намного дольше, более длительный период для созревания, для вызревания семян, именно их я сею в ранние сроки в январе. Я никогда не сею в январе скороспелки, у которых быстро все и формируется плод, вот эти карликовые сорта, их всегда я оставляю, но потом, вот этот перец рамира, когда мне в прошлом году первый раз прислали семена, я посадила, он у меня не вызрел в прошлом году, просто элементарно. И мне потом женщина написала, зрительница, что для того, чтобы он вызрел полностью, его нужно сеять очень рано, потому что он, ну, какой-то, вероятно, из какой-то теплой страны, там, где лето длинное, а у нас в Сибири лето короткое. И я-то вот сею все эти преимущественно сорта, которые позднеспелые, но с длительным сроком, я их сею в январе. Но я никогда их не кушаю в июне в незрелом виде. Мне нужно, чтобы у них вызрели семена. Для того, чтобы употреблять перец в июне или в июле, не обязательно сеять в январе. Пожалуйста, вот у меня белый налив, который на каждом кусте уже есть перчины. Он посеян вообще в марте. Там же белоснежка, такой же венти. Посеяв в марте, в начале марта, я все такие же плоды, такого же размера плоды, как вот у тех, которые посеяны в январе, я тоже буду иметь. Вот их можно, например, употреблять, если вам так хочется. Я для чего вот это видео снимаю, что может быть действительно некоторые люди думают, что я сею рано, чтобы в июне покушать вот такие вот зеленые плоды. Да нет, конечно. У меня-то все совсем по-другому. Мне же нужно, чтобы до конца вызрели вот у этих перцев семена, потому что я все семена собираю свои сама. И вот такого перца, как, например, Big Mama, Big Papa, Ramiro, в магазине мне покупать нецелесообразно, потому что нынче я вот взяла на развод Big Papa, взошло всего несколько семян. Вы видите, у меня там один кустик несчастный растет. И также в прошлом году Big Mama я купила целую пачку, всего смогла два куста вырастить, но зато у меня много теперь своих семян. И со своих семян они всходят прекрасно. Вот в этом году я Big Mama насадила столько, сколько мне нужно. Я теперь могу набрать очень много семян. И также вот Ramiro хочу развести Ramiro, чтобы у меня было много своих семян. Только из-за этого я сею в январе. А если вам перцы нужны просто для раннего употребления, то для этого достаточно выбрать скороспелые сорта, сорта раннего созревания, которые будут при посеве в марте, в июне уже давать вам плоды. И не стоит с января, это же очень долго, ну выращивать, рано сеять рассаду, это намного сложнее. Нужна же и подсветка, и более длительный период. Вот они сидят в лотках или в стаканчиках, более, они будут более подвержены. Ну как, длительный период сложно вырастить перец очень долго. Если посеять в январе, он бывает дома и зацветает, и начинает плоды. Вот я нынче Big Mama уже с плодами высаживала. Хорошо, он у меня не скинул плоды, а может и плоды скинуть. Поэтому ранний посев не для всех, он не обязателен. Если вы для себя несколько там, ну 20 или 40 кустиков высаживаете, необязательно сеять в январе. Пожалуйста, первая декада февраля, вторая декада февраля. Если хотите пораньше употреблять, выбирайте просто скороспелые сорта. Сорта скороспелые с ранним сроком созревания, районированные ваши, и все. Ну а сеют в январе, конечно, это уже единицы, это мало кто сеет, потому что для этого нужны все условия. Я уже говорила, что если у вас нет условий для выращивания длительного рассада, то лучше с ранними посевами, ну повременить, пока не создадите условия. И даже январские посевы в это время еще нет никаких спелых перцев у меня, потому что вот те, которые я сею в январе, они все у меня позднеспелые. Они все будут только или в конце июля, или может быть даже в августе. Вот в прошлом году, я говорю, Рамира у меня вообще не вызрел, хотя все лето сидел в теплице. Только когда я домой занесла, на окне он начал немножко краснеть, а нынче я хочу добиться, чтобы он у меня поспел в теплице. Именно поэтому я посеяла его пораньше. Но все лето кушать я его не буду, буду ждать семена. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я объясняю, зачем я сею так рано. И не обязательно всем сеять так рано, это не... Ничего такого вы не это... Если вам нужны плоды в июне, то лучше выбрать другие сорта. Январские посевы, они сложные, посложнее, чем мартовские. Все.